Друзья, привет! И предлагаю продолжить тему отцов и детей. Если вы уже родитель, обещаю, после этого видео вам станет легче жить. В последнее время родителям отовсюду бесконечно транслируют всевозможные правила из всяких книжек, из всяких лекций, которых на YouTube полно. И родители всего этого понахватали за последние, наверное, десятилетия. И вместо, на самом деле, хороших подборок для родительского функционирования получили большое чувство вины. Потому что, в основном, мы всем этим вот правилам, честно говоря, не соответствуем. Мы сами в вечном неврозе и чувстве вины. Мы не идеальны, и многих, конечно же, это угнетает. Поэтому сегодня больше не будет никаких правил для родителей, а будет буквально три принципа, которые подразумевают, что эти привычные правила надо сначала выкинуть к чертям собачьим и научиться быть не идеальными родителями, а живыми. Итак, первый принцип. Когда мы становимся родителями, мы пытаемся быть правильными воспитателями, безупречными, идеальными мужчинами и женщинами. И мы должны быть вот такими идеальными образцами для подражания. На нас навешивается куча всего, что мы должны. И самое главное, что мы не должны. Нам уже все рассказали, что как мы должны чувствовать, что мы не имеем права чувствовать, что мы должны говорить, что мы не имеем права говорить. И в результате, если мы живые и все-таки умудряемся вот эту маску все-таки не надеть или хотя бы периодически как-то оттирать, то, конечно, мы не соответствуем этой идеальной роли родителя. То есть мы проявили негативную какую-то эмоцию. Мы сказали, например, ему что-то в раздражении. Не дай бог пропустили мимо ушей какие-то его жалобы. То есть типа не приняли ребенка, не поощрили там, не поддержали. И опять оказываемся в бесконечном чувстве вины. Поэтому первый принцип – это, друзья, призываю вас перестать быть правильными родителями. Я бы сказала так. Правильные родители не равно живые родители. Живой родитель – это равно человек с разными эмоциями, в том числе с ошибками. Мои эмоции бывают разными. От моего состояния тоже много чего зависит. Поэтому если не проявлять негативные эмоции и всегда быть, значит, таким внимательным, значит не быть человеком, быть каким-то родителем, не знаю, с короной на голове. Но ребенку с живыми родителями гораздо лучше, чем с правильными, с этой вот маской искусственной праведности. Во-первых, не сможет всегда сам ребенок соответствовать вам. Он будет не соответствовать вашим идеальным ожиданиям. И понятно, что чем больше родитель идеализирует себя, тем больше он хочет идеального ребенка. Такого рисуночного, инстаграмного. Мол, мои дети не такие, они не пачкаются, не орут там, не лежат, не капризничают. Поэтому первое, снимаем с себя маску правильного родителя. А вот второй принцип у нас будет как раз про принятие ребенка. Особенно с этим трудно в подростковом возрасте. Кстати, я хотела вам посоветовать посмотреть один очень крутой российский сериал про подростков. Называется «Цикады». Сериал от создателей нулевого пациента, а это однозначно знак качества. Так что гарантирую, вы не пожалеете, особенно если у вас есть дети. Это не просто очередная история про трудных подростков, но и про трудных родителей. По сюжету у героев было все, кроме главного – внимания, любви и понимания родителей. У каждого из родителей здесь своя проблема. И родители не менее важны герои, чем дети. Этот проект в том числе – возможность для родителей пересмотреть свои отношения с детьми. В сериале раскрываются социальные темы подростков в сложных ситуациях. Например, домогательство и насилие. Все показано честно, но аккуратно. И я считаю, это очень важно, что мы наконец начали говорить на такие темы. Наконец наше кино перестало быть пустым развлекательным контентом. Да, несет какую-то функцию. Сериал зайдет тем, кто любит драму. Если коротко, в сериале показана трагедия на вечеринке выпускников. Есть откровенные и триггерные психологические сцены перед сериями. Есть предупреждения и контакты фондов, которые могут помочь подросткам в сложных ситуациях. Так что еще и с пользой. Если у вас есть дети-подростки, обязательно посмотрите этот сериал вместе с ними. И, кстати, отдельно хочу сказать, что удовольствие смотреть за игрой Елизаветы Боярской в одной из главной роли и Виктории Толстогановой. Уже вышло четыре серии. Посмотреть сериал можно только на Кинопоиске. И ссылочку на сериал я оставлю в описании под видео. И по моему личному промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы получите 45 дней Яндекс Плюса абсолютно бесплатно. А теперь давайте про принятие. К родителям предъявляются бесконечные требования принимать ребенка. Но бывают истории, когда, например, мама рожает, и изначально нет никакого принятия. Может, она там девочку хотела, а это мальчик. Она видела в мечтах блондина, а это, блин, на это или он вообще похож на бывшего мужа. И повадки там такие же. И нету этого принятия. И вообще тотального принятия не бывает. В принципе, забудьте об этом. Принятия всегда частичны. Всегда есть часть, которую мы принимаем в ребенке, и какая-то часть, которую мы не принимаем. И вот эта часть, которую мы не принимаем, обычно это часть, которой ребенок на нас не похож, или, может быть, это часть, которую мы отрицаем в себе, или что-то еще. То есть принятие это больше, на самом деле, про нас, а не про ребенка. Но вот мы начитались книжек, что ребенка надо принимать. Мы не знаем, про что это такое, но мы стремимся к тому, чтобы вот эту зону принятия расширить. И, значит, мы стараемся сделать так, чтобы зона принятия была все больше и больше, а зона непринятия все меньше и меньше. Но что мы делаем на самом деле? Да мы просто ту часть, которую не понимаем, мы ее подавляем. Мы пытаемся закрыть, защелкнуть, не видеть. И идеальные мои родители. Поймите, всегда есть какие-то моменты, которые я не принимаю в собственном ребенке. Есть моменты, которые я не принимаю в себе, в конце концов. В муже, в учителе, в соседке, в кому угодно. Но эти части, они есть обязательно. Вопрос в том, что я с ними делаю. И если я буду бесконечно это подавлять, то это будет вырываться гневом. То есть я буду терпеть-терпеть, молчать, стараться там как-то. Не замечать, может быть. Но это и есть подавление. И потом эта крышка срывается, и мы орем просто на ребенка, еще на кого-то там. И потом запрыгиваем в чувство вины сразу же. То есть мало того, что мы все время пытались подавить эту часть непринимаемую, мы еще потом взорвались, и эту часть просто начали бомбить. Так что, друзья, не стремитесь к тотальному принятию ребенка, и не стремитесь быть нереалистично идеальным родителем. Потому что и в первом, и во втором случае вы просто не принимаете свою неидеальность. А если вы не принимаете свою неидеальность, значит вы не будете принимать неидеальность ребенка. Это все потом будет вылазить. Во-вторых, все это вылазит в чувство вины. Что я как будто бы всегда виноват, и я причиняю вред ребенку. Я не так к нему отношусь, не то делаю. Во-вторых, это стыд. Мне стыдно перед другими, что я плохой родитель. И третий, это гнев, который я выпускаю периодически. Так что признайтесь себе честно, что да, какие-то части в своих детях я отказываюсь принимать. Во-вторых, скажите себе, да, я бываю в плохом физическом самочувствии. Устала, приболела, расстроилась, не знаю. И область непринятия растет. Сами вспомните, вот вы болеете, или дети там, например, поругались между собой, не знаю, подрались, орали, визжали. Еще это в общественном месте все происходило. И что тогда? Да вы все на автомате реагируете на это более раздраженно, чем тогда, когда вы, например, в каком-то солнечном, устойчивом, хорошем состоянии. Плохое самочувствие, собственные неуспехи, что-то не получается, не складывается. Все. Зона непринятия растет. Это нормально. Так происходит со всеми. Не верьте тем, кто говорит, что у них всегда все под контролем. Не верьте этим инстаграмным картинкам, где они такие все сюси-муси со своими детками. У них так все хорошо. И детки всегда такие чистые. И они всегда такие добрые. Ну просто вот, я не знаю, ангел спустился с небес. Там, скорее всего, идет полное отрицание и себя, и ребенка. Так что, друзья, это нормально иногда реагировать более остро на какие-то вещи. Соответственно, сразу, ну если мы в плохом настроении, сразу область непринятия, и вас, и детей, она растет. Конфликты какие-то на работе, да? Произошло что-то, может быть, в отношениях. Все, вы приходите в семью, и вам нужно спокойствие. И надо прям так и сказать детям, что никаких сегодня правил вот этих первых трех минут. Вот слышали, да, про это правило? Пришли домой сразу, ко всем подошли, ресурс свой отдали, всех выслушали, приняли участие. Нет, это, конечно, все классно, замечательно. Но в том случае, если у вас есть этот ресурс, поэтому иногда нужно прийти и сказать, никаких трех минут сегодня, просто, пожалуйста, никто меня не трогайте. Это нормально. Так что признайте себе сами, что я принимаю, а что я не принимаю, что я отказываюсь принимать. И точка. Мы живые. Например, я знаю много кого, кто не любит шумных детей. Вот это их непринятие. И в некоторых состояниях я тоже не люблю шумных детей. И что тогда делать? Ну так бывает, что вам нужна тишина. И да, с другой стороны, конечно, дети, они живые, и должны, в принципе, где-то и бегать, и кричать. Но что делать, если вас, например, так и воспитали, вот ваша мама вам все время говорила, тихо-тихо, не мешай и так далее. И, возможно, вы могли это перенять. И дальше вы можете, вот, или как-то справляться с этим сами, решив, что нет, мне все-таки важнее громкие, живые, открытые дети, я буду что-то делать с собой. Либо я принимаю решение, что окей, меня это все-таки не устраивает. И просто сообщаете детям, что при вас вот так должно быть. А без вас как хотите, но с вами должно быть тихо. Это вот такое простое правило. И пусть дети его принимают. Не надо изображать принятие там, где его нет. Просто потому, что так положено. В противном случае будет хуже, потому что на словах вы будете транслировать одно, а на деле ребенок считает двойное послание. То есть вы говорите, хорошо, я тебя принимаю и люблю, но невербальным, бессознательным, чем угодно, вы все равно транслируете прямо противоположное. И дети, они приучаются, во-первых, жить вот в этом двойном зажиме, и когда послание на вербальном уровне противоречит посланию на невербальном уровне. И еще к этим двум посланиям добавляется третье, что ни то, ни другое послание нельзя игнорировать. То есть ты должен считывать и мое вербальное послание, и невербальное. А как в этом быть, вообще непонятно. И как тогда быть, когда мама говорит, ах, ты мой любимый, хорошенький, я тебя люблю, ты там самый лучший. Но при этом, когда ребенок к ней подлетает, она немножечко, знаете, как бы отстраняется. Она это даже сама может не понимать, не принимать, не понимать про себя. И ребенок приучается искать двойные смыслы. И мы вырастаем такими, знаете, немножечко параноиками, когда нам уже во взрослой жизни говорят комплименты, а мы ищем за этим гадость. Кто узнал в этом себя? Поделитесь в комментариях, у кого так. Или когда нам делают гадость, а мы говорим, не, ну он же все равно любит, он же говорит, что любит. И вот в этом амбивалентном состоянии, вырастая из этого псевдопринятия и двойных посланий, мы, собственно, оказываемся во взрослом возрасте. И мы выращиваем из этого тревожных детей. И еще из модного, чему нас учат детские психологи. Типа, ребенка надо принимать? Безусловно. И если вам что-то не нравится, то вы можете как-то говорить, что вам не нравится его поведение, но что сам ребенок у вас-то хороший, любимый. Ты хороший, но делаешь ты плохо. То есть вот вы не принимаете поведение, но принимаете ребенка. Это бред, потому что поведение – это проявление личности и характера. Поэтому, когда ребенок как-то себя ведет, это он как-то себя ведет, а не его какая-то вторая сущность. И вот эта игра в то, что я тебя люблю, но делать так не надо. А при чем здесь вообще люблю и делать так не надо? Уберите, пожалуйста, из этой истории любовь. Любовь проявляется в другом, по-другому. То есть фоном семьи тепло и любовь, но когда ребенок ведет себя так, как вас не устраивает, вы четко это обозначаете без предварительного «я тебя люблю, ты хороший». Не смешивайте ребенку эти разные послания. Когда ребенок себя плохо ведет, он должен услышать только то, что так делать нельзя. Я не принимаю этот формат поведения. Он недопустим в нашей семье и точка. Детям нужны ясные, четкие послания, указания. Да, дети хотят любви, хотят принятия, но также детям нужна ясность и четкость правил, позиций, норм и границ. Поэтому ясные, четкие послания – это главное. Третий принцип – принцип открытых дверей. И сейчас я дам вам одну технику, которая поможет наладить коммуникацию с подростком без конфликтов. Техника называется расшифровка. А знаете ли вы, что к подростковому возрасту дети научаются разговаривать с нами закодированными или зашифрованными сообщениями? Вот, например, открывается дверь, ребенок приходит из школы, бросает свой рюкзак и проговаривает раздраженно, что-то типа «надоела эта школа». Это большое закодированное сообщение. То есть он с вами не разговаривает, но что-то сообщает. И у вас идет сходу какая-то реакция изнутри. Типа «подними рюкзак», «не бросай там посреди комнаты», «чего дверью хлопаешь» или что-то в этом роде. Потому что мы не думаем о его послании. Чтобы включиться, надо же задуматься. Это тяжело на первых порах для родителей, тем более если вы при этом чем-то заняты. В результате вы пропустили большое закодированное сообщение. А там было очень много всего. Попытайтесь рассматривать все как спектакль. Если вы сможете как бы отстраниться, как будто бы вы зритель, и посмотреть на все как на спектакль, вы очень многое увидите не только в этой сцене, а вообще в своей семье. Поэтому «дверь распахнулась» и «бросилась сумка». Это уже две поведенческие фишки, которые нам предложили. А еще вербальные. «Надоела эта школа». И вот у вас три куска за полторы секунды. Мы можем отреагировать на дверь. «Дверь закрой». Мы можем отреагировать на брошенный рюкзак. Вот этим вот «подними сумку», сообщая ребенку, что он плохой и раскидывает вещи. А можем попытаться понять, что подросток этими тремя сценами демонстрирует нам. Какое свое эмоциональное состояние. И если вы в этот момент готовы, но опять же, вы можете быть заняты, вы не должны быть суперпринимающим родителем. Но допустим, вы свободны и вы готовы, то проще спросить, а что такого случилось у тебя? Или можно сказать, не обязательно разбрасывать сумки, чтобы донести до меня свое послание. Вы понимаете, что брошенная сумка это демонстрация вам какой-то эмоции. Например, раздражение или гнева. Но вряд ли это эмоция радости, правильно? И вы фиксируете, что невербалика была про раздражение, про гнев. И дальше было «надоела эта школа». Гнев и раздражение касаются школьной истории. Все это вот закодированное сообщение. Его надо раскодировать. Мы его фактически распаковали. Первое. Что мы могли распаковать эту эмоцию? То есть, в принципе, вы можете сказать ему вот как констатация. «Ты раздражен» или «я вижу, что ты раздражен». Ну, сумку все же подними, пожалуйста. И вы транслируете, что вы поймали его эмоции. Он, кстати, может вас поправить, сказать «я не раздражен». Он может быть подростком протестом, он может уточнить, если не раздражен, то что это за эмоции. И вам скажет, например, «я не раздражен», а взбешен. Но констатируя его эмоцию, вы ребенка как бы транслируете в этот момент, что «я вижу, я слышу и чувствую тебя». Ну, то есть, я включаюсь в твою историю. Опять же, если у вас есть сейчас возможность, если у вас нет времени на это, и вы заняты, вы должны использовать другую технику, которая называется «техника открытых дверей». Это когда вы говорите ребенку, что вы слышите его, но что вы сейчас очень заняты, и вернетесь к этому, например, вечером, когда закончите готовить ужин, или там свою работу, или там свои какие-то дела. То есть, вы ему говорите, «я вижу, что ты не в порядке, но сейчас я заканчиваю вот это, и это через час освобожусь, и тогда мы поговорим. Я вижу, что ты не в порядке». Тоже констатация, но это более сжатое, неконкретизированное. Это нужно лишь для того, чтобы вы просто обозначили ему, что «окей, я все заметил», и ребенок понимает, что его слышат, что его услышали, увидели. Он начнет вам отвечать, потому что вы дали реакцию, вы его услышали. Вот это слышание вместо слушания есть в том, что мы даем ответную констатацию. Хуже вариант, но тоже приемлемый – это вопросы. Родители вообще привыкают общаться вопросами. Мы можем провести следующий эксперимент. Если вы родители, вы можете засечь 5 минут и посмотреть на ваше родительское и детское взаимодействие и посчитать, сколько было констатирующих высказываний, а сколько вопросительных. То есть, сколько предложений было связано с вопросом. И поверьте мне, с вопросом будет 2 трети. Это проверено на опыте. Получается, вы все время общаетесь с ребенком вопросами. И обычно вы спросите, да что случилось? Еще и раздраженно. А как правило, уточняющие вопросы будут альтернативные. Есть формат вопросов альтернативный. То есть, у тебя проблемы с одноклассниками или с успеваемостью? Вот лучше такие вопросы задавать. Ну, то есть, поругался или двойку получил? Да, то есть, я вижу раздражение и слышу про школу. Ты поругался или получил двойку? Что случилось? И мы вот в этой альтернативе тоже говорим о том, что я вовлечен. И дальше он что-то начнет нам рассказывать. Как решать проблемы? Это уже другой вопрос. Мы сейчас про то, как участвовать в жизни, как коммуницировать. Еще раз скажу, что на самом деле в этой истории самая частая реакция будет сумку подними и уберись. Иди ешь. И таким образом, что мы делаем? Мы захлопываем дверь. Мы в этот момент захлопываем дверь и как бы говорим подростку не слышу тебя, не вижу ничего. Только сумку вижу и то, что мне нужен порядок. Меня не волнует, что с тобой происходит. И еще одно уточнение, чтобы чувства вины не было. Только если вы готовы, у вас есть время, есть силы. Если нет, вы говорите, я слышу, что у тебя проблема, я слышу, что у тебя вот такое-то вот раздражение. Я слышу, что это про школу, но сейчас я занята, через час или давай там вечером после восьми, давай, когда придет отец, да. Я все услышала, я беру паузу. Это вот открытые двери. Закрытые – это убери сумку, закрой рот иди ешь. Или почему ты так, собственно, входишь. Тра-та-та-та-та-та, сколько можно. Это все мы захлопнули двери. То есть мы не услышали ребенка. Так делать нельзя. Так что используйте принцип открытых дверей, притворяйте в жизнь другие принципы. Я надеюсь, что это видео вам поможет наладить коммуникацию с вашими подростками. Пишите о тех трудностях, которые у вас возникают. Периодически я буду возвращаться с темами, как выжить с подростком. Надеюсь, что вам это нравится. Если нравится, дайте знать в комментариях, поставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока.